МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Белорусские остались без путевки на евро. Десять лет спустя молодежная сборная Беларуси по мини-футболу провела товарищеские матчи с командой Молдовы. И вновь бронза, чем завершился хоккейный сезон для клубов из нашего региона. В Беларуси четвертьфинальными матчами розыгрыша Кубка официально стартовал новый футбольный сезон. До этой стадии добрался единственный представитель первой лиги. Радует, что это был гомельский локомотив. В минувшем сезоне команда выступала под названием «Гомель-Желдор-Транс». Железнодорожники, напомню, стали бронзовым призером чемпионата первой лиги. Сопернике гомельчанам достался действующий серебряный призер сильнейшего дивизиона «Солигорский шахтер». Первый матч четвертьфинального противостояния проходил в Гомеле на поле стадиона с «Дюшор-8». В первом тайме железнодорожники ничем не уступали серебряному призеру высшей лиги. Игра была равная, а вот после перерыва горняки серьезно прибавили. Перестроились и полностью взяли игру под свой контроль. А вот подопечным Павла Кречина сил на концовку не хватило. Заключительные игровые полчаса «Шахтер» обеспечил себе комфортное преимущество перед ответным матчем. На 62-й минуте Денис Лаптев замкнул навес партнера. 0-1. На 82-й минуте успех горнякам также принес навес в штрафную соперника. Илья Алексеевич пробил сильно, без шансов для голкипера. Точку в этой игре поставил Денис Лаптев. Форвард удачно сыграл на добивании. 0-3. Счет мог быть и большим, однако на 79-й минуте голкипер Локомотива отразил пенальти, который сам же и заработал. Переиграть Андрея Селивончика не смог Эдгар Олехнович. Первый матч, эмоции. К ребятам претензий нет. То, что просили, то они выполняли. Единственное, что не хватило силенно в конце. Стандарты, в общем-то, сыграли свое дело в команде соперников. Очень много игроков, рослых. В итоге привело к первому пропущенному углу. Ответ на игра в Солигорске у железнодорожников получилось куда лучше. Все мячи, забитые в этой встрече, уместились в пять минут игрового времени. На 55-й минуте Александр Клещенок в штрафной, получив мяч от партнера, недолго думая пробил и вывел гостей вперед. Однако уже спустя две минуты горняки счет сравняли. Сергей Хижниченко реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в своей штрафной футболистом Локомотива. А еще через две минуты Николай Януш замкнул прострел партнера, сделав счет 2-1 в пользу Шахтера. До финального свистка счет на табло не изменился. Солигорская команда прошла в полуфинал Кубка Беларуси. Чемпионат Беларуси по футболу в первой лиге стартует 8 апреля. Локомотив первый матч проведет на выезде. Соперник – столичный луч. Высший лигий сезон стартует неделей ранее. Гомель начнет чемпионат с домашней игры. В первом туре в сопернике зелено-белым достался действующий чемпион страны Борисовский Батэ. Матч на стадионе «Центральный» состоится 1 апреля и начнется в 19.30. Буквально накануне состоялась встреча команды с болельщиками. Чуть ранее о готовности клуба и задачах на будущий сезон мы побеседовали с главным тренером Гомеля Вячеславом Геращенко. Я считаю, что мы достаточно неплохо готовы в плане функциональном. Нам, естественно, хотелось бы большего в плане сыгранности, в плане каких-то там наигрышей связок и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, я уже говорил и в первом интервью, что нашу готовность в любом случае оценит официальный матч. То есть 5-7 туров покажут, в каком мы состоянии и как готовы. Положительно Вячеслав Геращенко оценивает и селекционную работу, проведенную в межсезонье. Команду пополнил ряд опытных футболистов. Укрепить удалось и атаку, и оборону, и полузащиту. На данный момент я считаю, что мы провели довольно такую неплохую селекцию. Но опять, это по моему мнению, все ответы на это даст сезон. Ну, а, естественно, если бы появилось еще каких-то два квалифицированных игрока, например, белорусов, я был бы не против. Хотелось бы летом еще кого-то подписать. Причем опять сезон, первый круг ответит, какая позиция будет более нуждаться в этом. Ну, сейчас об этом смысла говорить нет. Естественно, что мы ищем игроков, держим в поле зрения какие-то варианты. Но опять все это будет в межкруговой паузе. Последнее приобретение – это российский защитник Дмитрий Айдов. Достигнута предварительная договоренность о подписании соглашения с эвуарийским защитником Куаси Куаджа. Еще один потенциальный новичок – фовард из Ганны Ивен Садамака. Два новых защитника мы уже подписали с ними. Ну, как подписали? Практически подписали контракты. Остались такие бумажные нюансы всякие в плане разрешения на работу и так далее. Думаю, что к первому апреля мы успеем их заявить. Что касается нападающего, то такого однозначного мнения пока по нему нет. Я думаю, что вот эту неделю мы доработаем, сыграем игру и уже потом примем окончательное решение. Одна из главных задач на будущий сезон – сыграть так, чтобы не было стыдно ни перед собой, ни перед болельщиками. Сами перед собой мы задачи, естественно, ставим. С руководством по поводу задач, как бы конкретно мы пока не разговаривали. Ну, естественно, задачи… Ну, какие могут быть задачи у команды с такими традициями, с такими, скажем, стадионом, болельщиками? Ну, постараться, постараться максимально в каждой игре отдаваться, постараться, чтобы зритель был на футболе, постараться, чтобы своей страстью, таким желанием компенсировать где-то, может быть, недостаток мастерства. Ну, и люди, настоящие болельщики, я думаю, поймут и простят какие-то моменты неудачные, если футболисты будут играть с полной самоотдачей. Случилось то, чего не происходило уже около 10 лет. Молодежная сборная Беларуси по мини-футболу, игроки не старше 21 года, провела товарищеские матчи с командой Молдовы. Причем произошло это в Гомеле. Два спарринга между белорусскими и молдавскими сверстниками были сыграны на паркете спорткомплекса «Локомотив». С подробностями Сергей Негеревич. Команды Беларуси и Молдовы этого возраста последний раз встречались в 2007 году. Всего же на уровне молодежных мини-футбольных сборных Беларуси-Молдовы играли три раза. Дважды побеждали белорусы и еще один раз молдаване по пенальти. В этот раз первый матч остался за хозяевами. 4-1. Вот эти матчи очень полезны для того, чтобы мы поняли, на каком уровне сейчас находится развитие нашего именно молодежного мини-футбола. Поскольку во всех у нас командах в основном доверяют футболистам постарше. Вот люди, которые им 21 год, они еще твердого места в основе не имеют. В основном варятся, скажем так, в молодежном чемпионате в собственном соку. И вот матчи с Молдовой, это как муссовая бумажка, которая покажет, в правильном направлении движется наш отечественный мини-футбол. И второй спарринг завершился победой наших соотечественников. Причем встреча развивалась по похожему сценарию. Соперник снова открыл счет, но не более. Молдаване удачно разыграли стандарт. Удар застал нашего вратаря врасплох. Но спустя всего минуту уже молдавскому голкиперу пришлось доставать мяч из сетки. Обе команды продолжили атаковать, но все же действия белорусов были более слаженными. До перерыва они смогли удвоить свое преимущество, а во втором тайме забили еще раз. В итоге снова победа 3-1. Мы как дома. Созданы все условия, поэтому ребята отдаются. Все хотят показать свои лучшие качества. Ну, издержки того, что команда собрана, практически еще мало кто друг друга знает. Но, тем не менее, волевой настрой помог. И мастерство все-таки. Кстати, белорусская молодежка собрана после более чем 4-летнего перерыва. И сейчас в ее составе половина игроков – воспитанники футбола Гомельщины. Это представители ГГУ, ВРЗ, Светлогорского ЦКК. Будем надеяться, вскоре они покажут себя во всей красе. Сезон для хоккейных клубов из Гомельской области завершен. Оба представителя нашего региона, напомню, пробились в плей-офф. Правда, второй год подряд на первом этапе нокаут-раунда Гомель и Жлобинский Металлург сходятся в очном противостоянии. Гомельчане в этой паре были явными фаворитами. В регулярном чемпионате все поединки Рыси и Столиваров завершились в пользу Гомеля. Этот статус команда из областного центра подтвердила. Две первые игры прошли в Гомеле. И Рыси оба раза были сильнее. В первом матче серии Гомель забросил ворота Столиваров по одной шайбе в каждом периоде. Отличились Антон Клементьев, Евгений Хузеев и Евгений Соломонов. Хоккеисты Металлурга так и не смогли распечатать ворота Евгения Лобанова. На следующий день команды вновь сошлись на гомельском льду. На этот раз интрига была куда более закрученной. На заброшенную Иваном Мяделем шайбу на экваторе второго периода Столивары ответили точным броском Романа Шубы. Дело дошло до овертайма, в котором удача сопутствовала хозяевам. Точку в матче поставил Александр Еронов. При счете 2-0 в пользу Гомеля серия переехала в Жлобин. Фактор домашней площадки не помог Столиварам. В первом периоде третьего матча хозяева открыли счет. На шестой минуте отличился Роман Шуба. Однако удержать шаткое преимущество им не удалось. На старте второй-третьем матча Николай Суслов восстановил паритет. А на экваторе третьего периода Кирилл Сачивка принес победу Гомелю 2-1. Четвертый матч остался за Рысами без вариантов 5-2. Счет в серии стал 4-0. Металлург отправился в отпуск, а Гомель готовится к полуфиналу против Гродненского Немана. Эта серия стартовала двумя матчами в Гродном. Для Рыси первый блин получился комом. К старту второго периода первой встречи хозяева вели 3-0. Гомельчане одну шайбу отквитали, отличился Евгений Соломонов. Гродненские хоккеисты оборотов не избавили. К середине второй-третьей Рыси получили еще две шайбы в свои ворота. Черту под этой встречей подвел Андрей Колосов, сделав счет 5-2. На следующий день все было не так однозначно. Гомельчане перестроили игру и дали бой хозяевам. Основное время встречи завершилось в ничью 2-2. В составе Рыси забрасывали Иван Мядель и Сергей Тополь. В овертайме победу гродненской команде принес Артем Кислый. Оказалось, что именно игра в добавленное время и определит исход этой серии. В третьем матче, который проходил в Гомеле, дело также дошло до овертайма. Основное время встречи завершилось в ничью 1-1. Во втором периоде при игре в большинстве счет открыл Александр Житких. На старте третьего периода Гомель счет сравнял. Отличился Александр Яронов. Также в большинстве на разборке в овертайме растянулись на без малого 40 минут. За 45 секунд до завершения второго добавленного тайма Никита Ремезов принес победу Неману. На следующий день команды в основное время и вовсе не сумели размочить счет, а в овертайме удачливые вновь были гродненские хоккеисты. На старте первого добавленного тайма Павел Боярчук принес победу Неману и в матче, и в серии. Получилась очень интересная серия. Несмотря на счет 4-0 в этой серии, все матчи проходили очень упорно. Был очень хороший хоккей, считай, команду показывали. «Соглашусь, что все матчи, может быть, за исключением первого, где немножко такой счет не очень хороший в нашу сторону, были напряженные, боевые. К сожалению, чуть-чуть, где-то в концовке, где-то в начале, нам чуть-чуть не хватало. Поэтому победил соперник заслуженно, считаю». Таким образом, Гомель стал бронзовым призером чемпионата Беларуси по хоккею в экстралигии. Для Рыси нынешняя бронза национального чемпионата четвертая подряд и шестая за последние восемь сезонов. За золото Неман поспорит с юностью. Команда Михаила Захарова со счетом 4-1 в полуфинале одолела Солигорский шахтер. Тем временем определились участники плей-офф 10-х республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд на призы президентского спортивного клуба. 18 марта состоялись завершающие матчи первого регулярного этапа этого турнира. В одном из них команда Гродненской области обыграла представителей Могилевщины 4-2. Однако исход этой встречи на турнирный расклад уже никак не влиял. А вот в Жлобине прошел куда более принципиальный поединок. Сборная Гомельской области принимала дружину президента Беларуси. На матчи побывал наш корреспондент. Интриги добавляло то, что из семи участников турнира только эти две команды на протяжении регулярного этапа до встречи друг с другом не потерпели ни одного поражения. Плюс Гомельская область – команда, пропустившая наименьшее количество шайб. И в случае победы гомельчан они бы вышли с третьего на первое место в регулярке. Так что попахивало возможным сюрпризом. Однако гости поспешили приземлить эти чаяния. Со старта они бросились в атаку и уже в первой трети создали себе комфортное преимущество, поведя в счете 3-1. Мастерство повыше у команды президента, однозначно. Ну и все остальные команды, конечно, хотят обыграть их, сыграть достойно. У гомельчан это желание появилось уже на первой минуте второго периода. Не успели зрители рассесться после перерыва, как Эдуард Валиулин сократил отставание в счете. Однако этот гол стал единственной радостью для местных болельщиков во втором периоде. А хоккеисты президентской дружины продолжили штурмовать ворота хозяев и еще дважды добились успеха. На очередной 15-минутный отдых команды ушли при счете 2-5. Две команды примерно одного уровня. Есть бывшие мастеровитые хоккеисты. Поэтому, знаете, когда хоккеист одевает или бывший хоккеист одевает хоккейную форму, выходит на лед, то уже каких-то компромиссов не будет. То есть это будет хороший хоккей, который понравится зрителям. Надо отдать должное. Несмотря на значительное отставание, хоккеисты команды Гомельской области не думали опускать руки. В заключительные 20-ти минутки им удалось сохранить свои владения на замке и прибавить в атаке. За 4 минуты до финальной сирены Евгений Летов сумел реализовать большинство. Словно поверив в свои силы, гомельчане активизировались и за полторы минуты до конца забросили еще раз. Павел Волчек пробил голкипера, причем он сам не сразу заметил, что шайба проскользнула в ворота. Но от внимания рефери гол не ускользнул. И вот уже воскресла интрига. 4-5. Тренерский штаб ожидаемо снимает вратаря. Хозяева в шестером пытаются добиться хотя бы ничьей. Увы, не удается. 4-5 итоговый счет матча. Две команды показали искрометный хоккей. Держали до конца матча наших болельщиков в напряжении. Но мастерства побольше все-таки у команды президент оказался. Насчет своей команды скажу так, что все играли очень здорово. Особенно хочу отметить Михаила Моцарта, нашего вратаря. Если бы не он, конечно, и побольше. Под десяточек могли бы навалить. Вообще мы ожидали от команды Гомельской области примерно такой игры. Понимали, что команда будет цепкая. Очень плотно играют в своей зоне в обороне. Очень такие разящие контратаки. То есть мы все это понимали. Поэтому план на игру был именно такой. Какую игру вы увидели два периода. В третьем немножко где-то расслабились. Чем, собственно, и воспользовалась команда Гомельской области. Сократила разрыв до минимума. Теперь четыре лучшие команды регулярного этапа поведут борьбу в плей-офф. Гомельская область в полуфинале сразится с Минской, а президентская дружина со сборной Брестской области. Оба полуфинальных поединка пройдут 1 апреля в столице. Проигравшие в них затем сыграют один матч за третье место, а вот борьба за золото будет длиться до двух побед. В Жлобине состоялся квалификационный турнир чемпионата Европы 2017 года по гандболу среди девушек не старше 19 лет. За единственную путевку на континентальное первенство боролись команды Беларуси, Грузии, Швейцарии и Португалии. За ходом турнира следила и наша съемочная группа. Жлобину не впервой принимать гандбольные турниры такого уровня. В 2015 году на площадке Жлобинского центра Олимпийского резерва проходила евроквалификация для девушек этого же возраста. Тогда белорусскому удалось завоевать одну из двух путевок на континентальное первенство. В том же году арена принимала и финал четырех женского кубка Беларуси. Трофей достался Гомелю. К тому же 2015 это год рождения Жлобинского гандбола. На базе ЦОРа было открыто отделение этого вида спорта. У нас этот вид спорта и отделения это самый молодой. В 2015 году впервые начало функционировать у нас отделение гандбола. Тогда тренер работал у нас, скажем так, ну только пришел заниматься. Там было порядка 20 детей. А сегодня уже полноценно трудится один тренер. Буквально, я думаю, в этом году после окончания университета у нас будет еще один тренер работать. Поэтому будем развивать постепенно этот вид спорта. И возможности есть, база позволяет. В рядах жлобинских гандболистов прибудет. Можно быть в этом уверенным. Зрительский интерес евроквалификации вызвало высокий. Наряду с хорошей ареной и инфраструктурой болельщики стали одним из залогов того, что столь представительный турнир вновь состоялся в Жлобине. В этом турнире, да и на прошлом, когда мы несколько лет назад здесь проводили отборочный турнир, мне больше всего понравились болельщики. Я смотрю, как бывшие учительные ребята 4, 5, 6 класса, это самые беспристрастные болельщики. Они болеют не за какую-то команду, ну за Беларусь, конечно, особо, а за красивую игру. И каждый заброшенный хорошо мяч – это буря овации. Это просто классно. Не обходит своим вниманием федерация и областной центр. 13 и 14 мая в Гомеле состоится финал четырех Кубка Беларуси по гонболу среди мужских команд. Главная особенность в том, что матчи турнира будут проходить на арене Ледового дворца. Благодаря руководству области мы закупили паркет на Ледовую арену и будем проводить в этом году Кубок Беларуси по гонболу. Но вернемся к отборочному турниру Евро-2017. Наши гонболистки стартовали с победы над свешницами из Грузии. 34-24. Португалия и Швейцария разошлись с миром. 25-25. На следующий день португалки обыграли грузинок 34-15, а белорусские уступили команде Швейцарии. 24-32. Мы практически спокойно к этому относимся. Вы видели, как боролась наша команда. Надо реально оценивать, что потенциал швейцарцев был сильнее. В заключительный игровой день гонболистки из Швейцарии обыграли сверстницы с Грузии 37-19. Кто же станет обладателем единственной путевки на Евро, зависело от исхода матча Беларусь-Португалия. В случае победы нашей команды на континентальное первенство отправлялась бы сборная Швейцарии. Если верх одержат португалки, то они сравняются со швейцарками по очкам, и победителя группы назовут по дополнительным показателям. К сожалению, наши девушки ничего не смогли противопоставить соперницам и на мажорной ноте завершить отборочный турнир. Соперницы начали мощно и с первых минут ушли в отрыв, который белорусским так и не удалось сократить. Поражение со счетом 23-40. Нам не удалось пройти, в принципе задача у нас стояла пройти дальше, поэтому результат наш неудовлетворительный, поэтому ничего сказать не могу. Девушки не выполнили те установки, которые давались им до этой квалификации. Сборная Португалии сумела забросить нужное ей количество мячей. И уже за несколько минут до финальной сирены гонболистки начали отмечать выход на чемпионат Европы. Далее переходим ко внутренним гонбольным баталиям. В мужском чемпионате Беларуси стартовал третий этап в группе А. В первом матче Гомель в Гродно сыграл с местным Крононом. Если гродненские гонболисты без проблем попали в портет сильнейших команд чемпионата, выиграв серию до двух побед у БГК-2, то гомельчане заставили своих болельщиков понервничать. Соперником Гомеля на этой стадии был Могилевский клуб Машека. В нынешнем сезоне могилевчане ни разу не обыгрывали гомельчан, а потому выход последних в следующую стадию рассматривался как что-то само собой разумеющееся. И в первом матче серии Гомель статус фаворита подтвердил, победив в Могилеве 36-30. А вот завершить противостояние в свою пользу в следующем же матче на своей площадке гомельчанам не удалось. Выигрывая практически весь матч, в концовке подопечные Сергея Цыганкова не просто упустили победу и вовсе уступили. 30-31. Тренерскому штабу было о чем поговорить с гонболистами. И увещевания подействовали. Перестроив игру, на следующий день гомель не оставил команде из Могилева никаких шансов. 44-31. Напомню, что соперники гомеля по группе А, кроме Кронана, это с Каминской БГК имени Мешкова. В женском чемпионате Беларуси только завершился первый этап. Центральным матчем четвертого заключительного круга стало противостояние лидеров Гомеля и БНТУ БелАЗ. До этого команды в чемпионате встречались трижды. Два матча остались за подопечными Константина Шароварова. Один раз победили гомельчанки. Как и всегда, два сильнейших женских клуба страны порадовали болельщиков зрелищным гонболом. Матч проходил на паркете Гомельского дворца игровых видов спорта. Наставнику Гомеля, тому же Чатуру, не позавидуешь. Перед поединком с главным конкурентом по чемпионату он не досчитался ряда основных игроков. Левая угловая Ирина Дронова в лазарете на тот момент была уже более месяца. К ней присоединилась полусредняя Елена Маркович. Последней каплей стала травма Анны Редьки. Разыгрывающая повредила руку на разминке в день игры с БНТУ. К тому же проявить себя на 100% полусредняя Оксана Артамонова и мешала повреждение, полученное во время пятого тура Балтийской лиги. Однако в команде нашлись другие лидеры. Бойцовский характер всей дружины, уверенная игра в рамки Валентины Кумпель, отразившие более трети бросков по своим воротам. А также тактические находки главного тренера позволили добиться результата. В первом тайме гомельчанки сумели отыграть 4 мяча отставания, во втором выйти вперед на все те же 4 мяча. Правда удержать преимущество не получилось, сил на концовку не хватило. Однако ничья со счетом 31-31, добытая в этом матче, несомненный успех для ослабленного Гомеля. Много игроков травмировалось основных, поэтому хотелось на характере доказать, что домашняя площадка нам помогает и мы все-таки можем играть, даже в этом составе. Одна ачка могла быть довольна. То, что случилось нам последние две-три недели с нашей командой, могло быть довольна. Просто на довольна могли бы сегодня тоже выиграть. Были 4 мяча, но немножко спокойности, немножко больше идеи игроков, было бы спокойно могли выиграть. По итогам первого этапа Гомель располагается на второй строке турнирной таблицы, БНТУ на первой. Второй этап лидеры пропускают. Они уже зарезервировали себе место в квартете сильнейших на третьем этапе. Две оставшиеся путевки в двухматчевых противостояниях разыграют БНТУ 2, Виктория Береси, Березина и Городничанка. Первый матч третьего этапа Гомель проведет 12 апреля на выезде. Ближайшая домашняя игра в чемпионате состоится 15 апреля. Однако без гонбола гомельские болельщики не останутся. С 31 марта по 2 апреля в Гомеле пройдет плей-офф розыгрыша женской Балтийской лиги. Министр спорта и туризма Александр Шамко посетил Гомель. Он принял участие в совещании по вопросам развития в Гомельской области спортивной гимнастики. Сейчас этот вид спорта в нашей стране переживает кризис. На Олимпийских играх в спортивной гимнастике разыгрывается 14 комплектов наград. Однако белорусы уже давно не показывают высоких результатов. При этом в стране созданы хорошие условия для воспитания спортсменов. Спортивной гимнастикой занимается около 3000 человек. Однако на выходе оказывается, что честь страны на мировой арене защищать некому. Не хвалить и не ругать и разобраться в чем причина неудач непосредственно на местах. Не после выработать меры, которые помогут преодолеть кризис. С такой миссией Александр Шамко и посещает регионы. «Проблема лежит в том, что уровень подготовки спортивного резерва передачи высшее звено сегодня, мягко говоря, оставляет желать лучше. Поэтому мы приехали разобраться с этими вопросами, проблемами на уровне Гомельщины, школ, Олимпийского резерва, спортивных школ. Как ведет подготовка, чего не хватает. Какие сегодня нужны решения проблемных вопросов на уровне министерства, на уровне ассоциации гимнастических видов, на уровне область полкома, чтобы совместно принять решение и устранить вот те пробелы, которые есть. Сегодня разработана дорожная карта развития спортивной гимнастики. Есть определенные позитивные, так сказать, результаты. Тенденция намечена к положительной динамике, но мы хотим выработать те предложения, которые бы ускорили продвижение вот этих вопросов и активизировать занятия спортом, точнее, видом спорта, спортивной гимнастикой, привлечения молодежи». В Гомельской области гимнастов готовят только в Гомельской из Дюшор номер 4 по спортивной гимнастике и акробатике. При всех проблемах и здесь видят позитивные сдвиги. Сейчас спортивной гимнастикой тут занимается 200 человек. Усилия тренеров дают свои плоды. В конце февраля на открытом Кубке Беларуси наши девушки заняли первое место в командном зачете. Парни показали второй результат. В составе сборной страны Денис Санувонг и Светлана Лифенко выступали на чемпионате Европы. Анастасия Городная и Кирилл Терещенко принимали участие в юниорском первенстве континента. «Определенные надежды на этих гимнастов мы возлагаем. Это наш резерв. У нас в сборной команде страны 13 гимнастов. Из них 4 девочки, остальные мальчики. Готовим еще резерв. Я думаю, что через пару лет сборную команду наши дети пополнят». «У нас много задумок. Мы хотим сделать внутренние соревнования для детей по возрастным группам. С тем, чтобы еще раз просмотреть, отсмотреть резерв более перспективных детей. Они у нас есть. И с ними надо вести целенаправленную работу». Воспитание будущих чемпионов – дело нелегкое. Спортивная гимнастика и вид спорта, несомненно, красивый, но и очень трудоемкий. От спортсмена и от тренера требуются большие затраты и времени усилий. И тут важно, чтобы и спортшкола, и сам ребенок, и его родители работали в одной связке. И тогда будет результат. «Детей очень много, но резерв и подготовка резерва. Надо к ним отнестись очень серьезно. Ну, еще должна быть заинтересованность родителей, которые отдают сюда своих детей. Все-таки гимнастика спортивная – медаль емкий вид спорта. И требует большого трудолюбия. А дети, ну, надо их просто учить трудиться. Трудиться и трудиться. Потому что очень много надо вкладывать, чтобы добиться определенных высоких достижений. Гимнастика спортивная, она способствует и общему развитию. Детей приводят на первом этапе очень много. А потом родители боятся почему-то спортивной гимнастики. Хотя она не такая страшная. Она дает детям много чего, и в дальнейшей жизни им это поможет. Бейсбол, каратэ, серфинг, спортивное скалолазание и скейтбординг. Международный олимпийский комитет включил пять новых видов спорта в программу летних игр 2020 года, которые пройдут в Токио. В минувшем выпуске стартов и финишей мы рассказывали о скалолазании. Теперь речь пойдет о каратэ. В следующем сюжете Екатерины Сапельниковой о подготовке гомельских каратистов и о том, как получить черный пояс. Впервые МОК признал каратэ в 1985 году. Но спустя время решение свое изменил. И только сейчас для каратистов олимпийская мечта стала реальностью. Естественно, нужно менять свою подготовку, менять планы тренировок, подгонять их под эту подготовку. Различается в количестве занятий. Ведь обычный процесс тренировочный для ребят – это две тренировки в неделю. Они, естественно, были достаточно сильные, но когда человек готовится к соревнованиям, естественно, этот процесс больше. То есть это будет не две тренировки в неделю, а четыре-пять. Естественно, остается процесс питания, медицинское обслуживание этих людей. Подгоняется под весовую категорию. Кроме особенной усиленной системы тренировок, есть разница и в проведении боя. Кёку-синкай – это полноконтактный стиль, а в олимпийской программе будут ограничения, чтобы минимизировать травмы. У нас нет какого-то оборудования на теле, там будет какое-то оборудование. То есть жилеты, шлема, перчатки. Мы как бы деремся без этого. Возможно, это нам будет еще легче. Кёку-синкай карате – это бой, максимально приближенный к реальной драке на улице. Не разрешаются в нем только удары по позвоночнику и добивание противника. В секции есть группы с четырех лет. С самого детства дети занимаются в разных направлениях боя. Базовая техника – работа в парах, специальные приемы, работа с классическим и неклассическим оружием, бой на земле. Именно такую программу каратисту нужно будет сдавать на черный пояс. Но карате – это не просто драка, но и духовное становление. Поэтому именной черный пояс можно получить только после 20 лет. Боевое искусство – это путь победы себя. То есть человек приходит, он постоянно побеждает себя. Ожимался 10 раз – нужно ожиться 15. Дрался 2 минуты – нужно драться час. Даже система подготовки поясов построена так, что сдает на десятки, у него там своя программа. Экзамен длится где-то полтора часа, человек доходит до черного пояса, у него программа намного обширнее. Экзамен длится часов 12, включая 30 поединков с постоянными нереческими партнерами. Если человек становится настолько сильный, внутри себя переходит какую-то грань в себе, что он может это выдержать. В односливости сила – одна сторона кёку-синкай карате, другая сторона медали – это боевое искусство. Боевое искусство – это намного глубже, намного интереснее, намного серьезнее, потому что здесь нет ограничений. Это бой на улице, обычный бой на улице, где не будет рефери, не будет судей, никто его не остановит. Поэтому для такой категории людей, которым интересно заниматься боевым искусством, может быть, и не участвовать в соревнованиях, у них другая цель – развивать себя. Развивать себя и физически, и духовно. Им приходить можно в любом возрасте. К нам приходят и в 4 года, приходят и в 60. Были ситуации, когда не доходило даже до драк, просто я чувствовал себя уверенно и дал понять, что лучшее не надо. Боец, который прошел такую духовную силовую школу, всегда сможет победить себя и любую жизненную ситуацию. Не в том плане, что он над кем-то доминирует или добивается каких-то других целей за счет кого-то. Нет. Победить себя, убить свою гордыню, убить свои какие-то желания, хотения ненужные. То есть сделать себя лучше, сделать себя добрее. Больше помогать кому-то. Естественно, и добиваться в этой жизни каких-то своих больших целей. На этом все. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok